МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Сегодня я хочу вам рассказать о системе здравоохранения в Великобритании. О своем, конечно, опыте, о том, как я попадала в больницу и с какими диагнозами меня оттуда выписывали. Первое мое обращение в больницу, точнее, в госпиталь, был несчастный случай, и подруга на тот момент, Настя, которая еще проживала в Лондоне, к сожалению, она уехала еще в 2015 году. Но на тот момент единственная моя подушка безопасности в плане, куда пойти и что делать, была Настя, и она мне помогла. Мы с ней вместе поехали в район Seven Sisters, там есть такой госпиталь, Миддлсекс называется. И пошли, чтобы попасть в врачу, надо идти в accident and emergency отделение, то есть травматологию, чтобы тебе выписали хоть какие-то таблетки и посмотрели, что случилось, и как бы сказали, что делать дальше. Значит, первый оксидент, то есть травма произошла у меня во второй месяц моего проживания в Лондоне. Я тогда еще жила у брата, и у него двухэтажный дом. Я жила на втором этаже, и когда спускалась на первый, достаточно в быстром темпе, я бежала в тапочках, а у англичан ковролины на лестницах лежат, и я в этих тапочках спускалась-спускалась, и так проскользнула и упала на спину, прямо на лестницу. Очень сильно стукнулась спиной, и даже прокатилась по лестнице немножко, и думала, не дай бог, я там себе сломала ребро или что-то. В общем, я еле встала, еле как бы стала ходить, и брат говорит, езжай в больницу, пусть они тебя посмотрят, послушают, сделают рентгены и скажут, как лечиться, может, тебе там гипс придется накладывать. Ну, с этим не шутят, я поехала. В выходные я упала с лестницы, поэтому сегодня с утра мы с Настей решили сходить в госпиталь проверить на месте для моей ребра. Теперь мы едем в автобусе вместе с Настей, и она согласилась мне помочь. Каково же было мое удивление, когда я в травматологии просидела 6 часов. Настя уже к тому моменту должна была ехать на работу, и оставила меня, к сожалению, одну. Но, по крайней мере, она помогла мне рассказать по-английски, потому что я даже не знала, как это все рассказать, преподнести тем, кто меня принимал. То есть, когда приезжаешь в травму, надо заполнить форму. И кратко описать, что случилось. Не знаю, как вот, если там уже смертельный, предсмертельный случай, наверное, примут сразу же. Но так вот, как бы, принимают в порядке очереди. То есть, я приехала, там было человек 30 передо мной, и я просидела 6 часов. О, май гад. Если б я знала, я б, наверное, не поехала. Что мне сказали? Меня завели в комнатку, там буквально, я не знаю, 3 на 4 метра, где сидел один доктор какой-то, я так думала, может быть, он медбрат, который, не посмотрев даже на меня, спросил, что случилось, и записывал в компьютер что-то, печатал двумя пальцами. Я, значит, как могла, рассказала, что мне Настя сказала. По-моему, даже брат что-то написал записку, что со мной произошло. Но то, что английского на тот момент у меня не было. Не то, что там рассказать в медицинских терминах, что конкретно произошло, и где у меня что болит. А вообще английского не было. После этого меня отправили обратно сидеть. Где-то еще через час меня, я так поняла, приняла доктор. Она положила меня на кушетку. И, значит, стала ощупывать мне грудину, ребра, и спрашивать, тут болит, тут болит, болит, не болит. Вроде ничего не болело, я, конечно, выпила какие-то обезболивающие. И говорю, сделайте мне рентген, please. Они не поняли, что такое рентген. Оказывается, я потом уже впоследствии узнала, что рентген это X-Ray в Англии называется. Вот. Они там что-то спросили, типа X-Ray. Я говорю, yeah, could... Могли бы вы посмотреть, could you look inside me? Я сказала, как-то так, наверное. Они сказали, нет, все нормально, у тебя ничего не сломано, мы пощупали. Ну, как я поняла, по жестикуляции. Жестикуляция – это вообще вещь, поэтому, видимо, я так много жестикулирую. Если ты не можешь сказать это словами, ты это объяснишь на пальцах. Мама моя также до сих пор, не зная английского, с людьми разговаривает в Англии. Значит, поэтому, sorry, я буду периодически жестикулировать. Ну, куда от этого деться? Вообще, Англия меня очень сильно изменила. Я стала менее скромной, что ли, если можно так сказать. Я стала более уверена в себе. И что этому способствует? То, что здесь никому никто не нужен. Если ты хоть даже голышом пройдешь по улице, никто на тебя даже внимания не обратит и не скажет, там, сумасшедший, у нас в России это не прокатит. Поэтому тут, конечно, ходишь и не следишь за собой, там, иногда выбежал в магазин, как говорят, тут в пижамах ходят. И такое бывает. Я не хожу, конечно, все равно я, как бы, как русская поддерживаю свой статус. Но, ладно, об этом я потом расскажу. Значит, что, с чем меня выписали, конкретно с моей поломанной спиной? Значит, она сказала, вот, есть у тебя парацетамол дома? Пей парацетамол три раза в день в течение недели. Если ты так и будешь болеть, если спина не пройдет, приходи через неделю, мы тебе выпишем более серьезные лекарства, там, что-то, как-то посмотрим еще у тебя. Затем я и ушла. Зачем я сидела шесть часов? Я так и не поняла, чтобы мне выписали парацетамол и отправили домой. Но, тем не менее, парацетамол, если можно так сказать, в Великобритании это таблетка от всех болезней. Я ассоциирую это с эффектом плацебо, когда тебе дают пустую таблетку, которая не помогает, не ухудшает твое здоровье, но говорят, она тебе точно поможет. И ты веришь в это на психологическом уровне, и у тебя действительно уходят все болезни. То есть, я парацетамол в Великобритании воспринимаю это так. То есть, доктор выписал, значит, оно должно помочь. Мне кажется, англичане так думают. Но реально помогло. То есть, через неделю я подумала, зачем мне еще ехать к врачу? То есть, если... Ну, я так держала в голове. Хорошо, если через неделю не пройдет, значит, у меня там что-то серьезное, значит, меня это самое... Надо еще раз смотреть и выписывать что-то такое, серьезные таблетки. Какой-то парацетамол. В общем, я попила парацетамол, наверное, один или два дня, и потом как-то закрутилась, замоталась со своими курсами английского языка. Еще там, видимо, какие-то другие были дела домашние. Я брату в тот момент очень много помогала по дому. Потому что он только купил дом, и мы делали ремонт. Клеили обои, красили потолки и стены. В общем, я ему помогала. И как раз, видимо, смотала, закрутилась. Через неделю вспомнила, что надо бы, наверное, к доктору сходить. И думаю, о, а спина-то не болит, и я вообще про нее забыла. То есть, благодаря тому, что мне сказали, пей парацетамол, а я в него не верю, который, что парацетамол поможет от боли в спине. Я как бы подумала, ну, нафиг этот парацетамол. И перестала его пить, и забыла про то, что у меня болит спина. Как-то переключилось, видимо. Мозг переключается, как Черниговская говорит. Мозг, когда думает об одном, делает немножечко другое, а ты вспоминаешь что-то в третий момент. В общем, мозг живет своей жизнью, я жила своей жизнью, и о том, что у меня болит спина, мозг не вспомнил. И не напомнил мне об этом самой. О чем хочу сказать. О том, о чем я сама не знала, когда приехала в Великобританию, что надо зарегистрироваться у GP. У доктора. GP переводится как General Practition. По-нашему это будет терапевт. То есть к каждому дому, к каждому адресу прикреплен свой терапевт. Ты идешь, можно в онлайне зайти на National Health System, национальная система здравоохранения, веб-сайт. Найти по своему индексу, посткод называется, по своему индексу, найти ближайшую больницу, или госпиталь, или, в общем, учреждение медицинское. И подать заявку или через сайт, или прийти туда и заполнить форму, и подать заявку на регистрацию по месту жительства. В заявку, что там пишешь, фамилию, имя, отчество, отчество не надо, фамилию, имя, свои данные, то есть сколько тебе лет, пол. По-моему, паспортные данные, гражданство, какой национальности ты, ну, этнической принадлежишь. Там есть чёрные арабы, европейцы и другие белые. Вот я обычно ставлю другие белые. Всегда в анкетах меня удивляет это, я не знаю, куда конкретно ставить галочку. То ли я европейц, то ли я другие белые. На европейство не претендую, поэтому ставлю галочку «другие белые». Что ещё в этой анкете меня смутило и удивило? Ну, там пишешь, там, какое количество алкоголя ты употребляешь в неделю, сколько ты сигарет выкуриваешь в неделю, какие-то такие базовые вопросы, которые дают некую оценку твоего здоровья для терапевта, видимо, или для системы, куда они вносят всё это, всю твою информацию. Меня что конкретно удивило, на оборотной стороне анкеты написано, если вы хотите стать донором, поставьте галочку тут. И там идёт перечисление «стать донором», там, я не знаю, «мозга», «почки», «печени», «сердца». Естественно, там написано «в случае, если ваша жизнь уже окончена». То есть вы не против того, что мы возьмём ваши органы и отдадим тем людям, которые в них нуждаются, если у вас уже, там, допустим, не работает мозг, а почки ещё живы. То есть в случае, если вы стопроцентно умерли, ну, я поставила галочки, я не против помочь кому-то после своей смерти. Естественно, никто меня убивать не будет ради того, чтобы получить мою почку. То есть донорство тут достаточно распространённый вид помощи. Если что-то случается с человеком, а ты уже умер, мне кажется, я точно была бы не против, если кому-то какой-то из моих органов помог бы и жил бы в каком-то человеке дальше. Я не была зарегистрирована в ЛГП, я узнала об этом только спустя 3 года. Почему-то брат мне не сказал, или, может, он говорил, но я как бы не обратила на это внимание и замоталась, и не делала ничего такого. Узнала о том, что мне надо зарегистрироваться у врача только через 3 года. Когда я приболела, у меня тоже была простуда, кашель, и кашель, ну, недели-две уже не проходила, не помогал мне бронгексин, не парацетамол, уже ничего не помогало мне, и надо было что-то посерьёзнее. Причём кашель был, даже простуда, по-моему, прошла, а кашель вот остался и першила очень сильно в горле, я думала, может, какая-то аллергия или ещё что-то. Откашливалась, откашливалась, но никак не проходил кашель. В итоге, тогда я уже на тот момент жила в своей первой семье, как няня, как... нет, я была тогда хаускипером, то есть мыла полы и унитазы, и комнаты. И по совместительству иногда подрабатывала у няни, забирала детей из школы, у них была своя няня 3 раза в неделю, она приходила, занималась с ними. Дети были две девочки маленькие, 4 и 6 лет, и я их иногда забирала из школы или там отводила в гости к другим девочкам. Ну, суть не в том. Суть в том, что когда мама этих девочек увидела, что у меня кашель так и не проходит, она говорит, обратись к своему терапевту, GP, сходи к GP и возьми у него какие-то лекарства. Я говорю, а что это, а как... Ну, в общем, какая-то дурочка была. В общем, она говорит, вот тебе надо зарегистрироваться, это, правда, занимает недели-две, чтобы тебя зарегистрировали и приняли. Ну, ты там зарегистрировался, а пока, говорит, сходи в другой сервис, называется Walk-In. Об этом сервисе я только вот от неё узнала, и первый раз воспользовалась, если не травматологией, а именно терапевтом этой системы. Мне кажется, ею могут пользоваться не только проживающие здесь резиденты, но и туристы, если у вас что-то случилось во время пребывания, туристического пребывания в Лондоне или в других городах Великобритании. Система Walk-In, зайди в, или приди в, так и называется, Walk-In, где за 5 минут можно получить какую-то консультацию. Плюс там же, если что-то такое незначительное, тебе выпишут рецепт, который ты можешь купить в аптеке. Я пошла в это медицинское учреждение, Walk-In, которое было рядом с домом, посидела, по-моему, буквально 10 минут, в свою очередь, и меня принял терапевт, спросил, что болит, как болит, как давно болит. Все, я рассказала о горле, спросил, что я принимала, и выписал мне какой-то спрей, который надо брызгать в горло. Я не помню название, но я его купила в аптеке по рецепту, только, по-моему, фунтов за 6. Через неделю или полторы у меня все прошло. И даже было жалко, что там еще оставалось полтюбика, и больше у меня с тех пор не было никакого кашля или какого-то першения в горле. С тех пор, как я зарегистрировалась у GP, я к нему так ни разу и не попала. Я переехала уже на другой адрес, и, по-моему, один раз только сходила к GP, что-то у меня болел, по-моему, левый бок. На что мне сказали, ну, у тебя, наверное, нервное расстройство, может быть, какие-то запоры, попей вот эти таблетки от запоров. Потому что у меня было вздутие, и какие-то газы внутри постоянно ходили, бурлили. Не знаю от чего, но да, тогда я очень сильно нервничала. А пищевая система очень хорошо зависит от нервной системы. И когда ты нервничаешь, у тебя какие-то закрываются там ходы-выходы, и начинаются бурления, кипения внутри. Нервничала я, потому что у меня там были экзамены, я пыталась их сдать по английскому языку, чтобы продлить визу, виза не получалась. В общем, очень много всяких проблем было визовых у меня, об этом я тоже буду рассказывать в будущих роликах. Выписал мне просто таблетки от запоров какие-нибудь, попей, и всё пройдёт. Ну и ничего, я пить не стала, всё и так само прошло, когда перестала нервничать, когда сдала все экзамены, подалась на визу и продлилась. Всё прошло. То есть пищевая система очень сильно зависит от нервной системы. Меньше нервничайте, будьте более здоровыми. Ещё три раза я попадала в травматологию. К GP, если идти, то это надо записываться за неделю или за две, чтобы попасть к нему. Но если у тебя что-то случается экстренное, а что у меня случилось? Меня укусила собака, потому что я разнимала своих, они начали драться с новой какой-то другой собакой, которую я не знала. И я пошла, чтобы мне сделали укол от бешенства. Кстати, про бешенство я вам в другом ролике расскажу. У меня мама укусила белка. Это было забавно. Но мне сделали укол от столбника. И два раза я попадала, опять же таки, с болями в левом углу живота. Опять же таки, были нервы, зажимы в моих мышцах от матрасов и опять от нервов. Нервов тут я очень много потратила на учёбу и на ситуацию, которая произошла с моим братом и со всеми последующими вытекающими событиями. Продажи дома из-под ипотеки, квартирантов, которые у них там жили, заселение, выселение. Там даже арест, по-моему, на дом был. Очень много было долгов, всего-всего-всего-всего. Об этом и обо всём. И вступление в наследство, и похороны. Обо всём я расскажу постепенно. Но нервов было очень много. И, естественно, это всё отражалось на здоровье. Так что вот. Так что в основном я ходила в травматологичку по поводу своих мышц и нервов. И мне выписывали Кокодемол. Хорошие таблетки. Всегда хорошо их иметь в кармане, но у меня их больше не осталось. В общем, всё тут очень дорого. Лечат людей очень плохо, я бы сказала. Лучше поехать домой и вылечиться там, если что-то такое незначительное. Если что-то значительное, то здесь будут лечить. Но уже или за деньги, или по страховке. В общем, я не знаю. Слава богу, у тьфу-тьфу-тьфу никогда не встречалось. Хотя сейчас вот на резидентскую визу требуют оплатить дополнительно, по-моему, 150 фунтов за год страховой полис, чтобы у тебя была страховка. Если ты едешь по резидентской визе, обязательно надо ещё оплатить дополнительный взнос за медицину. По последней визе, когда я ехала учиться на мастер, я оплатила 240 фунтов, это за полтора года, потому что виза даётся на год от твоего обучения, плюс ещё там какие-то месяцы набегают туда-сюда. Что мне лично дала регистрация УДЖИПИ, это то, что мне периодически раз в три года, как женщине, приходит приглашение на проверку моих женских внутренних органов, делать как бы тест на маркеры по раковым заболеваниям. И делают анализ этого теста, и говорят, присылают тебе потом письмо, надо ли тебе подойти к врачу и от чего-то полечиться. Ну, проверяют, в общем, есть ли у тебя предрасположенность к раку или какая-нибудь обуха или ещё что-то, именно по-женски внутри. Пока на этом всё. До новых встреч. Увидимся в следующих роликах. Продолжение следует...